спонсор выпуска магазин опершоп всем привет здравствуйте а мы сегодня хотим представить вам вместе с михаил васильевич поповым здравствуйте михаил васильевич две важные темы во первых у михаила васильевича и дмитрия юрьевича кстати где он вышла новая книжка борьба классов здесь и сейчас основанные на выступлениях работах михаил васильевича вот она в издательстве питер хорошая содержательная при этом очень удобно возить ее с собой потому что мягкая обложка и размер приемлемый рабочее отличное пособие во первых а во вторых тема такая же вытрепещущая то есть во первых тема же вытрепещущая во вторых обратите внимание советуем прочесть скоро будет доступно а о чем там нам михаил васильевич ас как автор самым подробным образом расскажет но эта тема у нас на тупичке говлинах не раз поднималась в том числе содержание этой книги вошли такие проблемы которые весь рассматривали с наших беседах с дмитрием юрьевичем вот так вошли такие три крупные проблемы о единстве борьбе противоположностей вокруг нас а классную борьбе и российской буржуазии о профсоюзном движении ну и поскольку много было очень разговоров о том что все призывают что надо бороться как а как бороться а что можно что делает а что дает закон а как к этому приступать поэтому тут вот есть часть 2 четвертая глава который называется отбук забастовочной борьбы то есть каждый человек который хочет познакомиться с тем как вести забастовочную борьбу он может с этим посчитаться тем более что конституция дает нам право на забастовку 37 статья трудом кодексе российской федерации который я вот убедился что даже профсоюзники плохо знают и слабо читают этот трудовой кодекс там все это расписано вся процедура можно устраивать коллективные переговоры причем когда вы выходите на коллективные переговоры если вы представляете больше половины работников любой орган или профсоюзный или орган который сформирован конференции или орган который сформирован собранием но собрание трудно собрать на предприятие как вы понимаете смены разные но можно сделать протоколы собраний в разных сменах потом свести в один и написать обсуждали вопросы проведения переговоров вот единая повестка дня тут голосовали так тут так тут так и сделать сводный протокол если больше половины проголосовала за решение о начале переговоров соответствующий документ передается руководству предприятия генеральному директору генеральный директор по макурусу обязан начать переговоры не может уклониться но это и некоторые знают а вот то что он обязан освободить всех участников переговоров если скажем четырех или пять человек выделил коллектив вот этих четырех или пять человек он обязан освободить до трех месяцев от работы с оплатой по среднему причем это не для того чтобы они сидели только там хватит на переговорах сидеть два часа в неделю а надо выше будете в меньшой балда большой балда это трудовой коллектив точно так же как генеральный директор за мишей балда а собственник большой большой балда поэтому иногда вот на видишь такой роли толковый человек все говорит о разумно потом раз как стена а ему сказали что если ты это вот сделай что больше ты не работаешь причем генерального директора выгнать гораздо быстрее и легче чем простого рабочего так потому что у них заключен договор деньги там другие большие но зато и условия такие что в любой момент могут тебя отправить ну а большой балда для переговорщиков и даже люди которые их выбрали и которые между прочим работают а вот эти могут до трех месяцев не работать так вот они должны после каждого заседания приходить почти во всем пройти по всем бригадам поговорить рассказать получить наказ и уже вот это излагать на следующем заседании поэтому вот эти люди и организовывать по существу коллектив вот эти коллективные переговоры их иногда так сказать как бы отбрасывают не обращает внимание давайте выйдем на забастовку забастовку очень трудно организовать вот первое что надо сделать выйти на переговоры и пусть люди убедятся что вы никакими уговорами и переговорами ничего серьезного не добьетесь причем это не то что вот мы слышали потому что это показали по интернету или так сказать вот в ролике это надо чтобы люди из жизни этому научились и в этом убедились ну вот закончились эти переговоры дальше начинается уже с другой разговор надо выдвинуть требования и тут вот я думаю что я хотел бы очень поддержать тот ролик который недавно выпустил клемм александрович и он объяснял что просто выходить на площадь и кричать что я против это пустое дело пустое дело потому что если я вот туда не иду то сколько существует вариантов куда еще можно дать на базе бесконечно много если они идут на север я моргую на северо-восток на север-запад на юго-восток на юго-запад и вообще таскать все возможные углы для меня роза метров моя вся роза метров моя и поэтому это трогательное единственное мы собрали 60 тысяч данных 60 тысяч сторон и разойдутся потому что никакого тут единства нет то что единство построить на отрицание вообще нельзя вот если я не люблю кино известно что я люблю нет не известно может быть ничего мог быть ничего а может я люблю вот на велосипеде кататься вот а другие и люди есть теперь только на мотоцикле любит сало чесноком и так далее ну как можно вообще на что то поэтому надо сказать что вот если вы сейчас возьмете для интереса почитаете трудовой кодекс россии вы обомлеете потому что трудовой кодекс ну вот на на три головы выше вот этих так называемых протестов безголовых когда люди выступают против а ничего не не предлагают за ничего не требует главное за не каждый требуют они требуют честных выборах это честно что такое выбор выборы самые самые честные мы уже об этом тут говорили и не раз вот самые самые честные выборы исходят из того что людей есть в головах правильно а что в головах у людей ну вот для этого нужно приложить уже науку что говорят исторический материализм что общественное shared определяет общеательное сознание но что значит общественно счпервыхе какой у нас в россии буржуазный естественно значит какое сознание у большинства буржуазный ну и что мы тогда будем требует с этим бурона есть будем требовать то то что если у тех к кому мы идем трибука. Ну, во-первых, только что мы выяснили, что 60 собравшихся тысяч человек, не понимая, что конкретно им всем нужно, не имея единой выверенной цели, они же по поводу выборов-то будут не согласны. Ну, пусть зарегистрируются. А те, кого зарегистрируют, они-то что будут делать? Мы что, не знаем, что они будут делать? Мы что, не знаем, вот эти все партии, которые выступали по поводу пенсионной реформы? Хоть один человек, хоть один депутат или КПР, или Единый Россия. Один проголосовал против. Нет, опять против. Против. Каждый дурак может продолжать. Хоть один депутат внес свой законопроект в альтернативу правительственному. Нет, никого. Они вот у нас с вами, мы здесь сидим с Климом Александровичем, у него нет права законодательной инициативы. У меня нет. И у большинства народа нет права. А у депутатов есть. У депутатов есть право. То есть, мы можем найти депутата, его уговаривать, если уговорим, он может написанный нами проект вести. Вот я, например, такую задачу решал, когда мы от фонда рабочей академии подготовили с Федотовым, согласовали с профсоюзами и вносили в Думу проект Трудового кодекса России. Значит, мы нашли сначала четверку товарищей из КПРФ. Это был Шандыбин, Ионов, Корсаков и Григорьев. Они внесли. Думу выпихнули. Потом, уже в следующую Думу, мы договорились с Тимур Азовым, Григорьевичем Аблиане, известным лидером рабочего движения. Пламенный такой человек. И он очень решительно отстаивал этот проект. Потом его прокатили на следующих выборах. Слишком пламенный. Тогда попался, уже взял эту задачу решать товарищ Шейн, который тогда был депутатом, и сейчас вот он депутат, Олег Васильевич. Вот он взялся и внес. И таким образом этот наш проект попал на голосование. Получил в итоге второе место при общей поддержке профсоюзных организаций, рабочих организаций. И оставил сзади, значит, тот проект, который готовил Исаев, вот нынешний деятель, который тут нам рассуждает про сокращение рабочей недели и ужатие этих сорока часов в четыре дня. Поэтому чуть позже поговорим. Это тот же самый Исаев, который, как говорится, хулиганил, как известно, в самолете. И, как говорится, вот так его, как-то он остался на посту при этом. И на двух постах, он же заместитель Зюганова, ой, простите, не Зюганова, заместитель председателя ФНПР Шмакова. И он является заместителем руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе по законодательным предположениям. То есть он как раз вот сидит на двух креслах, чтобы профсоюзы делали то, что нужно правящему классу. Идеальный в этом смысле человек. Ну и так далее. Значит, этот проект восьми, так называемый, провалился. Был проект Московской городской думы, куда вот как раз сейчас рвутся. Этот проект тоже провалился. Потому что ничего эта Московская городская дума для трудящихся не собиралась сделать. И сейчас не будет заботиться о трудящихся. Нет никаких оснований считать, что они будут заботиться о трудящихся. Сейчас вообще на выборы рвутся люди, которые заботятся прежде всего сами о себе. Вы кого назовете там поиспламенных, так сказать, депутатов, которые что-то такое интересное... Ну, во-первых, самое главное, кого вы не выберете, самым честным способом, да вообще любым способом вы их потом не сможете вообще никак контролировать. Абсолютно. У вас обратная связь и контроль отсутствует. Отзывать невозможно сейчас, потому что это отсутствует штука. Ну, возвращаемся к нашему трудовому кодексу. Трудовой кодекс нам дает возможности выдвинуть требования. А требования это положительное значение имеет. Конечно, надо не одно требование выдвинуть, потому что вы будете с этим требованием ходить, может, полгода. Процедура есть определенная, она записана в трудовом кодексе. Поэтому надо выдвинуть комплекс. Самое лучшее сделать проект коллективного договора. Там вы можете записать, сколько часов вы работать будете в неделю, какой у вас будет рабочий день. Хотите записать 6 часов, пишите 5. Почему? Потому что вам придется еще договариваться. Договоритесь на 6 как раз. Как раз на 6, и получится у вас, так сказать, и с гаком, если вы хотите делать. Вы тогда запишите улучшение условий труда. Вы тогда запишите, что в случае каких-то аварий или каких-то травм, какие-то компенсации было работникам и так далее. Вы вернете назад все блага, которые были и которые отняты так называемым SOLD. Система специальной оценки условий труда, когда пришли люди и там, где было вредно, записали. Полезно. Полезно, да. А почему? А потому что это теперь лицензированные организации, которым платят работодатель. Ну, раз он платит, то, соответственно, он и заказывает эту музыку. Поэтому у всех вдруг оказалась прекрасная работа. У докеров, например, самая хорошая на берегу моря. И на воздухе. И бесплатно катается на погрузчиках. О, как здорово. И еще хотят, чтобы им платили зарплату. Я просто не представляю, почему. Вот такая картина. То есть, позитивное совершенно требование. С этими требованиями мы должны сначала возиться с коллективом, прежде чем пойдете к администрации. Потому что в коллективе нужно, чтобы эти требования поддержало больше половины. А как вы хотите? Вы же демократы. Ну, так вот, давайте, собирайте больше половины. Если это действительно нужные для трудящихся меры, то их и поддержат. После этого вы выходите, опять же, теперь уже с этими требованиями к работодателю. Работодатель или их удовлетворяет, или не удовлетворяет, или молчит. Если он молчит или не удовлетворяет, начинается коллективный трудовой спор. И вот этот коллективный трудовой спор проходит такие этапы, как примирительная комиссия. И когда вы неделю разговариваете с своими работодателем, как будто вы не знаете, что он ни на что на это не согласится. Потому что вы с ним уже имели переговоры, вы знаете, что он против. Но, тем не менее, процедуру эту надо выдержать. Может быть, чтобы не сгоряча бастовать? Что-то в этом хорошее есть. Чтобы на холодную голову. Потом вы должны подумать о трудовом, о посреднике. Вот, скажем, предлагаете вы какого-то посредника. Я вот Клима Александровича предлагаю посредникам, что он нас разрешил. А Клима Александрович думает, если я предлагаю, все равно будет соглашаться. Потому что, если я предлагаю, возможно, он будет делать то, что нужно мне. И взаимно то же самое. Поэтому никаких никогда посредников не бывает, несмотря на то, что записано. То есть, нужны переговоры на эту тему и за протоколик за утих. Чтобы был разговор, стороны отказались от того, чтобы имелся посредник. Потом трудовой арбитраж. То есть, мы должны предложить не из нашей организации работодатель одного, работники второго. И государство как совокупный работодатель третьего. Вот такой треугольник, в котором два угла. Это одну сторону представляет, и один угол только этот несчастный работник. Ясное дело, что если стороны приняли решение, согласились, что будут выполнять, тогда этот арбитраж проводится. Нет, то и нет. Поэтому это формальные два момента, и потом получается право на забастовку. Снова собирается конференция или собрание, принимаются вот эти самые требования. И после того, как эти требования уже приняты, то после этого можно начинать объявить, когда будет забастовка. Некоторые товарищи так объявляют, что забастовка будет 25 числа. Продолжают ее 26-го. 26-го их увольняют, потому что они не работают. А надо сказать, как говорят, опытные. С и без до. Бессрочная. Бессрочно. Причем форма забастовки. Две предусмотрены с другим кодексом. Одна такая, что забастовка, которая состоит в полном прекращении работы. Но это с учетом того, что еще на переговорах с работодателем в ходе подготовки к забастовке надо еще договориться о минимуме работ во время забастовки. Есть отраслевые нормативы соответствующего рода. Потому что бывают грузы радиоактивные, грузы для больниц, для роддомов и так далее. И другие всякие вещи, работы, которые нужно выполнить, судясь, государственной необходимостью. Поэтому во время забастовки работают, но уже командует всей этой работой забастовочный комитет. Он тогда отвечает по закону за сохранность имущества работодателей и работников и за порядок. То есть, вы хотели власти на предприятиях? Пожалуйста, доведите дело до забастовки. Во время забастовки вы можете установить минимум работы и работайте, пожалуйста. И вы можете работать, так сказать, частично работать, частично не работать. Ну, вот, например, докеры имели такую практику, час или полтора не работать в смену. Ну, вот, скажем, если два часа вы не будете работать, у вас вместо восьмичасового рабочего дня... Шести. Шести, на сколько? А у вас же бессрочная забастовка. Ну, так в этом режиме можно и работать. Что, какой тут есть минус? Минус, он... Зарплата меньше. У повременщиков. Потому что зельщики это перекроют. Потому что они будут раньше, наверное, растягивали. Вы даете нам разбавленную зарплату, мы давали вам разбавленную работу. А если мы получаем, так сказать, за более короткий период, мы будем более интенсивно работать, мы эту зарплату получим. А повременщикам надо помочь, потому что надо обеспечить равенство оплаты терзельщиков, борьбельщиков. Это, так сказать, забастовщики должны обеспечить. И у них есть все рычаги. Причем рычаги такие, что раз они отвечают за охрану порядка, они могут сделать дружины из бригад. Научить их формулами единоборств, для того, чтобы обеспечить охрану порядка, охрану имущества, работодателя, работодателя. Кто-нибудь там кто-то украдет, кто будет отвечать? За баском. Поэтому это большая школа государственного управления и участия. А вот тот документ, который будет принят, коллективный договор, он, согласно Конституции и согласно Траговому ходу, он входит в норму права. Это локальный нормативный акт. То есть, это как бы закон для предприятия этого. Поэтому для того, чтобы определить, сколько вы будете работать и как, вам вообще говоря, правительственное решение не нужно. Вам не важно, что кто там пишет, какие письма и как они на что хотят повлиять. Вот я, может быть, немножко упреждаю наш дальнейший разговор. Это мы будем свои позиции высказывать. Но, в принципе, права у работников, у коллектива есть. Другое дело, что всякое серьезное дело требует того, чтобы этому научиться. Чтобы этому научиться, вот и мы предусмотрели с Дмитрием Юрьевичем вот такую книгу. Имея в виду, что кроме этой книги у нас постоянные выступления идут других товарищей. В том числе, Климен Саныч объяснял, что вот забастовки позитивное дело, а вот эти вот пустые протесты, это пустое дело, они к чему не ведущие. Нет, но может привести риском ее подсудимых. Может привести. Только с непонятными абсолютными целями. Зачем вы просто так собираетесь садиться? А мы хотим проверить, будет государство. Вот государство нам запретило выходить, а мы хотим проверить. Если мы на запрещенную пойдем, оно на самом деле запретило или нет. Но если из государства запретили, государство – это же орудие силы. Что же тут пробуют? Это и так ясно. Говорят, ой, оказывается, нас будут бить. А кто придумал-то эти дубинки? Скажите, пожалуйста, это что, в Советском Союзе придумали дубинки? Не было в Советском Союзе дубинок? Никаких. Никогда. Милиционер ходил. Свисток был у него. Свисток у него. И пистолетик был вот здесь. На всякий случай бандиты могут быть. Обычно с бутербродом. Но вы слышали такое, чтобы кто-то кого-то стукнул чем-то? Никогда такого не было. И, кстати, я хочу сказать, что я многократно из Москвы уезжал. Сижу на московском вокзале. Поезд поздний. Подходит, приходит с полицией. Раз, дубинками. Никаких там ни митингов, ничего. Раз, прямо по спинам тех бомжей, которые сидят, греются зимой. Ну, куда им деться? Они что, плохие люди? Что? В чем дело? Почему они бомжи? Из-за чего? Ну, из-за того, что у вас теперь стали квартиры продаваться. Он, значит, продал, а купить уже не мог. Потому что цены убежали вперед. Вот он и стал бомжом. А был хороший человек, трудящийся и так далее. Вот его раз. Вот я в Ленинграде еще не видел, как били. В Москве давно уже это практикуют. И что-то... Почему вы не возмущаетесь, что вообще дубинки? Давайте запретим дубинки. Вот. Вы как считаете? Может быть, запретим? Сейчас время такое, что нельзя без дубинок, к сожалению. Ну, потому что помимо демонстрантов... А кто это к этому привел, интересно? Ну, в данном случае, это же еще, ко всем прочему, нужно подумать о сотрудниках охраны правопорядка. Потому что, а если он попадет один или в наряде, в неприятную ситуацию, когда бандитов их... В самом деле придется бить, а дубинка нет. Конечно, да. Чем бы их бить? Сапогами? Ну, видимо, такое общее свое дело. Вы же хотели свободное общество. Вот оно, пожалуйста. Вот свободное общество с дубинками. Да. Это было... Было свободное дубинок, а теперь свободное с дубинками. Надо читать Гоббсу было в свое время. Гоббс, поэтому Боббсу все написал. Это вот деятельность, поскольку она серьезная деятельность, весь коллектив должен на это подниматься, и весь коллектив должен подняться в своем таком уровне подготовки коллективной борьбе в соответствии с законом, в соответствии с нормами Трудового кодекса и в соответствии с Конституцией. Ну, вот мы так предусмотрели, чтобы был тут минимум, минимум для обучения содержался в этой книге. Во-первых, глава 1. Единственной борьбе противоположности вокруг нас. Вот мы здесь с Дмитрием Юрьевичем обсуждаем, что можно сказать про закон единственной борьбы противоположности. Он что, он какой-то человек, где-то такой редко встречающийся и наоборот, или наоборот, он все время рядом с нами, и везде мы его видим, и он везде присутствует. Везде идет борьба противоположности. Все, что делается, делается в порядке борьбы противоположности. Всякое развитие идет через борьбу противоположности. Всякое движение идет через борьбу противоположности. И вот эта единственная борьба противоположности вокруг нас, то есть она и в общественной жизни есть, и в общественной жизни она и была всегда, и она будет проявляться, вот эта вот борьба во всех обществах, пока существуют классы. И как она себя проявляет? Как? Классовая борьба. Причем единственный такой сложный вопрос, это вопрос о классовой борьбе в первой фазе коммунизма, который был не очень понят многими и не разобран. Если это первая фаза коммунизма, значит это еще не полностью преодолено деление на классы. Антагонистических классов нет, значит нет противоположности между рабочим классом и крестьянством, между рабочим классом и интеллигенцией. Нету. А борьба есть. Почему? Потому что противоречия интересов есть у каждого социалистического работника. Вот если я социалистический работник, мне выгодно увеличение общественного богатства? Однозначно. Однозначно. Потому что и общественные фонды, из них 52% благ шло через общественные фонды. Это жилье, страшно дорогое, это медицина и это образование. А сейчас нет денег, нет жилья, нет образования, нет здоровья. И 48% шло через фонд распределения по труду. А распределение по труду, ясное дело, чем больше фонд, тем больше я получу. При той же самой доле. Поэтому. А если я получу большую долю меньшего пирога? И черт с этим меньшим пирогом была бы большая доля. Поэтому есть интерес, объективный интерес. То есть выгодно работнику получить большую долю меньшего пирога. И вот государству... То есть, можно работать, говорю, просто, мы больше получим. Да, больше получить. Меньше других работать и больше других получить можно. И вот с этим, это как называется? Это то, что характерно было в свое время для мелкой буржуазии. Мне не то важно, что я делаю, а то важно, что я за это буду иметь. Я же произвожу для обмена товар. Значит, вот и тут. Трудящиеся, в том числе рабочие, так поступали. И их не было немало. И другие трудящиеся. Поэтому государство должно было вести борьбу с мелкой буржуазностью. Мне приходилось эту тему излагать в разных аудиториях, в том числе очень больших. Я спрашивал, вот сейчас у нас социализм. Вот борьба с мелкой буржуазностью классовая или не классовая при социализме? Все отвечали, классовая. Ни разу не встретила аудитория, которая бы сказала, что нет. Если правильно поставить вопрос, борьба с мелкой буржуазностью при социализме классовая. Вот это должно делать государство. Ну, если объявили, что оно уже закончило борьбу, Хрущев сказал, что всякая гриба прекратилась. Теперь общенародное у нас государство. Общенародное государство – это жареный лед, как Энгельс говорил, государство всегда классовая. То, естественно, одна сторона этой противоположности руки сложила и ждет, когда откроется манна небесная, когда пойдется полным потоком блага. Ну, во-первых, конечно, при социализме, как мы видели, помимо того, что есть единство рабочих христиан и интеллигенции, так, между прочим, никуда не девается организованная преступность, которая вся буржуазная по определению. А раз есть преступность, значит, она с кем-то связана вне преступности, потому что преступность не может быть в отрыве от общества, на котором она паразитирует. И надо еще учесть, что не в вакууме находится, между прочим, социалистическая страна, а она представляет собой меньшинство, население Земли, а вокруг враждебное большинство. Международные связи. Международные связи, которые, между прочим, не дремлют и работу свою ведут. Поэтому государство в этом смысле должно быть готово к постоянной организации этой борьбы, и трудящихся, и поэтому все должны быть на чеку. А тут им начали рассказывать, что это ничего страшного. Но нам надо к этому пониманию вернуться и понять, что это глубочайшая была ошибка, думать, что пока классы еще полностью не униктожены, что классовая борьба исчезнет. Нам придется, как говорится, это снова пройти, и, дойдя до той точки, на которой мы находились, пойти дальше. И не прекращать эту классовую борьбу, пока полностью не будут уничтожены классы. Ну, а когда не будет классов при полном конец мечтой, не будет борьбы? Будет обязательно. Обязательно. Почему? Потому что, вот, скажем, Сталин писал про борьбу нового и старого. Вот новое и старое. Все время ведь борются. Борьба нового со старым. А новое рождается в меньшинстве жгалов. Вот научная истина рождается в одной голове. Ну, в двух иногда. И новое, когда рождается, оно слабее старого или сильнее? Конечно, слабее. Слабее. Раз оно слабее, оно будет терпеть поражение. Он на Коперника, посмотрите. Да. Коперник придумал хорошую, годную гелиоцентрическую систему. Но оказалось, что в силу того, что он был такой один в момент времени, что старая аптолемеевская система чисто эмпирически работает лучше, на что ему и указали все умные люди. Тоже, блин, не дураки. Говорит, слушай, говорит, вот тут довольно умно придумал, и нам, в общем, нравится. Философская модель хорошая. Но почему затмение, восходы, закаты, парады планет по аптолемею точнее вычисляются? У тебя ошибка на ошибке, а у аптолемея точнее... Ну, поэтому оставьте свою философскую модель у себя в качестве философской модели. А научная истина вот она. Но Коперник-то был прав в итоге. А Джордано Бруно-то пострадал? Ну, Джордано Бруно не был ученый. Джордано Бруно был все-таки больше религиозный деятель. Из-за этого она пострадала в первую очередь. Вот. То есть борьба не заканчивается. И только тогда, когда уже устоится эта идея, когда она получит своих союзников, соратников и так далее, вот тогда она начнет побеждать. И тогда появится новая идея, которая опять будет в меньшинстве, и так борьба нового со старым будет все время продолжаться. Поэтому нет никакого резона и никакой надежды на то, что можно будет расслабиться и решить, что не будет никакой борьбы. Все в жизни достигается трудом и борьбой. Мало того, что есть борьба идей, так вот спрошу прощения, борьба с природой никогда и никуда не денется. И вся наша жизнь есть борьба. Вот вам надо будет лететь на другую планету, потому что когда-нибудь у нас Солнце потухнет. Если вы все-таки хотите продолжать существовать, вам нужно новое Солнце искать. Вы думаете, это просто улететь на другую планету? Нет, это тяжело. О, нас сейчас послали на МКС предруковатого робота Федю. Да. Вот это просто только руками развести. Господи, а зачем вы это сделали? Вот что он там будет делать, учитывая, что лимит-то на посещение станции, он вполне конкретный. Вместо человека, который там будет работать, послали куклу. Но это лучше, чем автомобиль послать. Это на частные деньги, имеет право. А это тоже на частные деньги. Капиталисты собрали их сначала с трудящихся, а потом и послали. Ну вот, это вот первая проблема, которая рассматривается в главе первой. Во второй главе рассматривается вопрос о том, что классовая борьба и российская буржуазия. И показано, что российская буржуазия с одной стороны вроде здорово ведет свою классовую борьбу. Она и тут выиграла, и тут она своего добивается, и тут. А экономика у нее не идет. Почему? Она же хозяин экономики, правильно? Потому что она ориентируется как безграмотная в экономическом отношении, только на абсолютную прибавочную стоимость. Дольше работать, и тогда будет больше прибавочная стоимость. А Маркс объяснял, а есть относительная прибавочная стоимость. Меньше работать. А больше получать. А больше получать. А прибавочная стоимость еще больше. Если у вас растет производительность труда. У нас о производительности труда вообще услышать ничего невозможно. Никто ее не считает. Или считают как-то закудесно очень. Очень закулисно. А как считают? а считают в деньгах, которые можно получиться. И поэтому у них получается, что какая-либо фирма, которая занимается пересчётом денег, у неё там большая производительность труда. То есть, ерундой занимается. Надо же посчитать в материальном производстве. Короче говоря, дело в том, что она не растёт. В энергозатратах можно ещё посчитать. Поэтому надо так посчитать. Посчитать очень просто. Самый хороший показатель производительности труда – это трудоёмкость изделия. Если трудоёмкость изделия меньше становится, то есть, в этом изделии содержится меньше труда, значит выросла производительность труда. Более точного показателя нет. Поэтому придумывать, выдумывать здесь не надо. Просто люди думают, какие бы взять показатели, чтобы не было видно, что производительность труда не растёт. Для этого надо что сделать? Для этого надо перевести стат управления в подчинение Министерства экономического развития имени Улюкаева. Чтобы они там мухлевались с данными по производительности труда и по ВВП и так далее. Вот тогда у нас получается, что где-то чуть плюс ноль. Как говорят математики. А на самом деле мы болтаемся около нуля. Уже сколько времени болтаемся? Экономика не развивается. То есть, в этом смысле, вот мы критикуем здесь в главе второй позицию и деятельность нашей буржуазии, потому что она не решает свои буржуазные задачи. Вообще буржуазия, смысл её такой, историческое оправдание её только в одном. В организации производства. В организации развития производства. Она этим как раз и не занимается. Они только вот рассовывают по карманам деньги. Сейчас они вот новую меру придумали, что можно 100 тысяч наличными вывозить. Не 10 тысяч, как было. 100. А 100. Вот эта семейка в 5 человек, значит, выйдет. 500 нормально. Денечки неплохие. Миллион. То есть, сначала рассказывали, что у нас вывод денег, вывод денег и так далее. У нас можно было в чемодане возить, только декларацию записав. Миллион можно было вывести наличными. И нет никаких ограничений. Ну, решили это дело облегчить. Чтобы рекой просто у нас, чтобы у нас было не государство, а дырявое такое ведро, из которого деньги вываливаются наличные туда, за границу. Ну, вот мы рассматриваем вопрос, как борется буржуазия за свои интересы. Но она борется вообще-то за свои интересы, тем не менее. А вот рабочий класс очень слабо борется. Очень настроен так, как будто государство должно о нем думать. Но государство у нас буржуазное. Ну, как? Думать оно будет о буржуазии. Ну, оно думает о буржуазии. Это совершенно нормально. Ну, как это еще может по-другому? Ну, феодальное государство думало о помещиках. Рывалелищика государства. Думало о рабовладельцах. Ну, неужели непонятно, что? От того, что вы там ходите на выборы и за что-то голосуете, от этого характера государства не меняется. Потому что эти выборы они опираются на то осознание, которое есть. А сознание буржуазное формируется в буржуазии. Вот тут она делает все хорошо. Телевизор обеспечивает вам преобладание буржуазной идеологии в сознании людей. Ну и отсюда следует, ну тогда вы, братцы, организовываетесь, возьмите пример хотя бы с нашей буржуазией. Хоть она плохонько решает свои вопросы, но она все-таки имеет свои организации, союз промышленников и предпринимателей, договариваются о том, какую зарплату установить, чтобы вы больше работали, чтобы вы меньше отдыхали, чтобы вы рано на пенсию не выходили. Вот все у нее, в этом смысле, есть всякие цели, она за них борется, забивается, а мы будем только останавливать. И говорит, мы против, мы против. Но из этого против ничего не будет. Надо ставить свои цели, выдвигать требования, тем более, что кодекс это позволяет. И вот для этого надо организоваться. Есть у Маркса работа «Нищета философии» и ответ на философию нищеты Прудона. И он говорит, что вот рабочий класс начинает бороться за зарплату. Для этого он создает свои объединения по профессиям. Вот это объединение по профессиям называется профессиональными союзами. У нас их все сокращают, одно слово, профсоюзы. И считают, что профсоюзы – это председатель профсоюза. Профсоюзы – это союз работников одной профессии. Поэтому никто вам не мешает создавать профсоюзы. Их не обязательно регистрировать. Да, закон не требует этого. Абсолютно. Нет никаких запретов. Другое дело, что совсем недавно, после того, как был принят кодекс, защищали профсоюзных работников. Например, по трудовому кодексу, который прошел в Думе 2001 года, нельзя было без санкции вышестоящей профсоюзной организации уволить членов руководящего профсоюзного органа. Потом раз – переделали. Что можно, нельзя уволить только председателя и заместителя. Тогда толковые профсоюзные работники стали делать 10 заместителей, там или 15, вы за спорт, я за 7 ноября, вот там, товарищи, за 1 мая, а это за условия труда, а этот за путевки, ну и так далее. Но какой-то предприниматель написал в Конституционный суд такую бумагу, что, дескать, это неконституционно. Дескать, как это так? Вот простые рабочие члены профсоюза, их можно уволить, а эти члены профсоюза, они защищены. Ведь на самом деле члены профсоюза, они как раз попали здесь, как бы вышли из окопа на линию огня. Вот как они защищены. И они стали объектом нападения со стороны работодателей. И что вы думаете? Конституционный суд принял решение убрать это. А Конституционный суд действует на основе Конституции. Вся Конституция, как кто из нее голосовал? Не один человек. Вот я был членом Конституционного совещания. Я знаю, что было пять проектов. Был проект Конституции комиссии Румянцева, Верховного Совета. Был проект Конституции, в подготовке которого участвовал Шахрай. Это вот Ельцин его тащил. Два. Был проект Слободкина, который вот я участвовал в его разработке, и публиковали мы его в Народной правде. И я его раздавал на Конституционном совещании в Брауровом зале в Кремле. Вот. Был проект Собчака. Собчак ходил, раздавал. Был проект Жириновского. Он, когда телевидение не работает, на него не направлено, он такой серьезный, спокойный человек. Он ходил, всем выдавал проект своей Конституции. А никто ни за какой проект не голосовал. Вопрос был поставлен на голосование такое. Признаете ли вы Конституцию Российской Федерации? Вот если вас спросить, после того, как стреляли по Белому дому из танков, вы признаете Конституцию Российской Федерации? Это признание Конституции? Это, видимо, вопрос-то риторический. Это риторический вопрос. Ну, конечно, все сказали, признаем. Конституцию признаем. А вопрос-то должен быть, какой из пяти проектов вас больше устроит? Но для этого надо было их опубликовать. И обсудить. И обсудить. И потом поставить их сначала на первичное голосование, чтобы определить, какие два получат больше всего. А потом выяснить из этих двух второе голосование, какое получат больше всего. Тогда это вот голосование за Конституцию. И поэтому за эту Конституцию вообще никто не голосовал. И тут еще она вот эта неконституционная. Ну, убрали это у трудящихся, это завоевание. Вот. Теперь куда-то дели восьмичасовое рабочее. Я тут недавно сонулся искать. Ну, я помню, что там все записано. Нету восьмичасового рабочего дня? Нету. А как сверхурочный тогда считать? Я стал искать, а где же это как-то, как сверхурочный считать-то? Ну, как, скажем. Меня спросят, я вроде как должен ответить, я на эту тему должен занятие вести. Значит, в статье 100 записано, что у нас нормальная 40-часовая рабочая неделя, 5-дневная рабочая неделя. Ну, раз так, значит, разделен раз 5-дневная и 40 часов. 5 на 40, 8 и выйдет. Выйдет 8, поэтому сверхурочный сверх 8, хотя это уже вот так не написано нигде, что сверх 8, это высчитывать надо. А сверх 8, но записано, что сверхурочный считается и оплачивается, значит, первые 2 часа в полуторном размере, а дальше в двойном. Но за 2 дня не более 4-х часов. Это выполняется? Нет, это не выполняется. Дальше. А насчет работы выходных никаких ограничений в Трудовом кодексе нет. Поэтому вот, ну, сейчас еще к этому вернемся, вот это загрузите, то все в 4 дня, и тогда вот все выходные дни, там работать сколько хотите до бесконечности, потому что нет там сверхурочных, там просто вдвойне должны платить, ну, вдвойне-то тоже не платят, а платят просто, работай больше и получай по одинарной ставке. Ну, в связи с тем, что эта тема давно уже у нас обсуждается, этот вопрос, стал вопрос о том, что пришли нового поколения, новое поколение работников, вот, которое работает на оставшихся предприятиях. У нас за время этой перестройки 70 с лишним тысяч предприятий было уничтожено, а за время Великой Отечественной войны было уничтожено около 30 тысяч. Поэтому оказалось, что перестройка хуже войны. Ну, пришли вот новые работники, в том числе молодые, и они должны знать свои права, знать, как бороться, как к этому делу приступать. Потом надо понимать, что сам по себе Трудовой кодекс, как всякий закон, говорит о том, что не надо делать, что нельзя делать. А что делать? На этот вопрос закон не отвечает. Это во-первых. Во-вторых, надо понимать, что буржуазия уже, если раньше она говорила, что у нас департизация, дезилогизация, она создала свои мощные партии. Вот у нас сейчас есть Единая Россия, Страведливая Россия, СДПР, это три буржуазные партии. Или можно считать, если понимать, что партия – это авангард класса, это три головы, такой суммарный трёхглавый змей буржуазного класса. Ну и КПРФ, которая поддакивает в основном, она ничего своего не выдвинула, никакого проекта, например, при решении вопроса о пенсионной реформе. Вот она вроде бы как из-за рабочих, она из-за мелкий бизнес, а мелкий бизнес стремится превратиться в настоящий бизнес, в капиталист, в капиталиста. Ну вот, поскольку так обстоит дело в этом отношении, то рабочий класс может только наблюдать, что и профсоюзы начинают всё больше и больше подчиняться буржуазным партиям. Исаев прямо олицетворяет это единение буржуазной партии «Единая Россия», он заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Думе, он с докладом по миссионной реформе выступал же. Да, был дел такой, задержательный. И он же заместитель Шмакова по профсоюзам. Значит, эти профсоюзы превратились в такие организации, которые решают вопросы буржуазии. Поэтому больше уже говорить просто о профсоюзах нельзя. Профсоюзы должны быть связаны с партией рабочего класса, а партия рабочего класса – это авангард-класса. А это у нас есть? Все спрашивают. У нас есть рабочая партия России, которая, кстати, выпустила заявление. Оно сейчас есть на сайте московского отделения фонда рабочей академии и на страницах ВКонтакте и фонда рабочей академии и рабочей партии России сохранить и сократить рабочий день. И эта задача, ну как сказать, партия находится в становлении рабочего класса. Это общая задача трудящихся рабочего класса. Если партию вы не создадите, не сделаете достаточно крупной, мощной и серьезной, невозможно защитить интересы рабочего класса. Почему? Раз это классовая борьба по-серьезному, ну вот надо и относиться к этому серьезно. Буржуазия отнеслась к этому серьезно. Буржуазия вся борется, а рабочие не все. Буржуазия тоже не вся борется. Буржуазия, по крайней мере, организовалась для борьбы. Она имеет все необходимые инструменты, а рабочий класс пока еще эту задачу не решил. Пока он еще некоторые рабочие думает, что мы пойдем еще поработаем. Еще поработаем, пока не получит какую-нибудь болезнь и пока, значит, не будет вынужден все дела бросить и в тоске пребывать. Ну вот, это вот часть, которая относится к трем таким главам. А четвертая глава, азбука забастовочной борьбы, для того, чтобы это не было на уровне призывов и убеждений, что давайте делать. Здесь прямо по пунктам говорится о том, вот пенсионный конфликт, понятие стороны конфликтов, активизация профсоюзной борьбы, создание профсоюзной организации, коллективные переговоры, требования работников, содержание социально-трудового конфликта, борьба за требования работников, подготовка к забастовочным процедурам, подготовка к забастовке, начало забастовки, первый день забастовки, забастовочные будни, результат забастовки, чтобы у нас никто не мог сказать, что нам негде читать, нам никто не объяснил, никто не рассказал, как действовать. То есть кратко здесь все это дело объяснено, и книга эта «Борьба классов» здесь и сейчас, изданная издательство «Питер». Издательство «Питер» принимает заказы по телефону 812-703-7374 и по электронной почте… А мы ссылочку снизу приделаем, так проще будет. Зайдете, нажмете на кнопочку и все. Да, «Букс собака питерком». Ну вот, поэтому эту книжку можно заказать. Издательство может еще напечатать. То есть нет никакой проблемы, сколько угодно, сколько хотите. Поэтому книжка удобная, действительно, для обращения. То есть эту проблему, которая связана с тем, что ну нет, негде узнать, не с кем посоветоваться, нам не добраться, мы не знаем, нас не научили и так далее. Будем считать, что мы эту проблему, хоть частично, но решили. И вот этому мы посвятили первую часть нашей сегодняшней беседы. Тут нужно вопрос задать по предыдущей части нашей беседы. Всегда задают, вообще всегда, что это все хорошо. Если есть завод, который делает, не знаю, станки, ракеты, неважно, трактора, вертолеты, самолеты, а если это не завод, если человек в магазине работает продавцом или, не дай бог, педагогом в школе, вот ему с кем объединяться, у него в школе там коллектив 30 учителей, этого мало, потому что очередь стоит на километр вперед. Недоволен таки, а тут же увольняют при помощи непродления трудового договора и следующего нанимают, а уж с менеджерами по продажам, извините, в магазинах так и говорить нечего. Давайте я в эту сторону пойду, куда вы меня направили, еще усугублю. Недавно я читал журнал китайский, там как работает Китай, сейчас программист. Китай, как вы понимаете, это социалистическая страна, то есть страна, в которой победила социалистическая революция, но находится она в переходном периоде от капитализма к колмунизму. И там 55% госсектор, 55% ВВП делает в рамках госсектора, а все остальное капиталистическое производство. Или частное еще, идущее к капитализму. Поэтому там, например, программисты работают по системе 9-9-6. Запомните эти цифры. 9-9-6. Потому что эти цифры, я думаю, это вот тот маяк, которым двигается наша буржуазия, и она хотела бы сначала перевести вот этих слабых людей. То есть легче всего разобраться с программистами. Не будешь так работать, уволен. 9-9, это в 9 утра надо прийти. Второе 9, это в 9 вечера надо уйти. 12 часов надо работать в день. И 6 дней в неделю, полагаю. И 6 дней в неделю работать. Вот это 9-9-6. Вот он, маяк. Куда нас направляют? Вот, сказать, то, о чем идут. Идеально. Вот 9-9-6. И поэтому, надо сказать, что легче всего направить представителей, конечно, той сферы, о которой вы стали говорить. Потому что, ну куда денется продавец в магазин? Ну куда он денется? Никуда он не денется. Какой там коллектив? То же самое. Возьмете в учебную школу. Ну как там что-то организовать? Там, возможно, какие-нибудь забастовки? Да нет, конечно. А у врачей? И врачи туда не могут. Хотя вообще нельзя обаставать. Да. Ну, то есть, как бы, запрета им нету, но они не будут обаставать. Они же понимают, человек умрет. Какие-то, хорошо, ты будешь лучше жить, а он умрет. Как можно в этой ситуации? Да и он один еще, по всему прочему. Поэтому надо понимать, что вот отсюда и видно, почему Ленин, вот когда говорил о диктатуре пролетариата, он говорил, два понятия класса употреблял. Можно говорить, весь рабочий класс – это все, кто производит материальные блага. Можно говорить, трудящиеся – это все, кто трудится и живут, так сказать, за счет того, что… Наемные работники. Наемные работники. А есть класс, класс, потому что это классификация, есть узкая классификация, есть широкая. А есть узкая классификация – класс городских, фабрично-заводских, промышленных, рабочих. Транспортные не рассматриваются, потому что, ну, как вы понимаете, человек в пути. С кем он, как он свяжется? Они где-то встречаются на несколько минут или на полчаса, и все. Или, скажем, горы электротранс. Где встречаются… Им даже разговаривать с кондуктором и водителем нельзя во время движения. А они разговаривают только на кольце, когда они в туалет пойдут. И все. И приехали снова. Какая там… Какой? У нас 11 тысяч человек. То есть, сила вроде бы огромная. Она невозможна их организовать. Это очень сложно и очень трудно. Поэтому, на самом деле, конечно, надежда, прежде всего, на городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат. И поэтому не случайно Буржуазия пытается эти предприятия выкинуть из города куда-нибудь. Вот там куда-нибудь там. Хенде у нас уже около помойки построен. Ниссан там же построен. Ну, там же работают не японцы и не французы, а русские рабочие. Ну, и российские, по крайней мере. Поэтому надо сохранять производство. И производство, прежде всего, такое, в котором есть бригады, есть коллективизм, который рождается не из того, что мы придумали, что будем организовываться. Он просто сам процесс труда организовывает. То есть, надо понимать, что прежде всего, внимание тех всех политических сил, которые заинтересованы в прогрессе, это помощь и поддержка тем рабочим, которые должны начать это движение. А тогда присоединиться к этим рабочим смогут и, естественно, и работники всех других сфер. Ну, например, строители тоже это очень непобъемное дело. Вот я могу рассказать ситуацию, которая была в Москве. В Москве было такое крупное производственное предприятие «Донстрой». Это дома особого назначения. Дон. Я думал, откуда Дон? И вот там работало 30 тысяч человек. Из них тысячи человек – москвичи. А вот все остальные гастарбайтеры, они не оформлены были. Не было никаких трудовых договоров. Они как будто и не работают вовсе. Они как будто не работают вовсе. Но зарплата у них такая низкая, что она вообще понижала зарплату всем российским работающим. И поэтому русские, московские работники решили остановить работу. Тысячи человек из этих вот 30 тысяч. А это кто такие? Те, кто работают на технике. На кранах, на погрузчиках, на автомобилях, на автобусах, которые возят туда и обратно их на работу и сработают. Как только они остановились, все. Тут пришла прокуратура. Тут же ей сразу выдвинули требование, что займитесь оформлением. Прокуратура стала заниматься оформлением. Приехали депутаты. Шейн приехал из Тумы, Тюлькин приехал. И в результате того, что вот эти тысячи человек сорганизовались, 29 тысяч обрели, наконец, трудовые договора. Хотя, я хочу сказать, что вот если внимательно почитать трудовой кодекс, там записано, что если работник допущен к работе, то считается, что с ним заключен трудовой договор. Ну вот не считают трудовой кодекс. Это что значит? Если у вас есть свидетели, что вы работали, или вот есть результаты вашей работы, или вот вы сняли фотографию, что вы работаете на этом самом рабочем месте, все с вами заключен. Но не оформлен. Ну так надо оформить. То есть, это вопрос второй. А некоторые думают, что у меня нет трудового договора. Так ты посчитай, есть у тебя согласно кодексу трудовой договор. То есть, не надо себя опускать ниже, чем тебя опускают. Потому что заключение трудового договора по факту считается. Вот таким образом. Тем более, сейчас легко записать на телефон, на что хочешь, можно зафиксировать, что ты здесь есть. Ну вот отсюда и вопрос. Что, конечно, с закоперщиками и в авангарде не пойдут люди, которые рассредоточены, которые индивидуально работают. Даже вот в таких крупных они сидят, вроде вместе сидят. Но у каждого свое индивидуальное задание, никак не связано их работа одного с другим. Каждый решает свою задачу. Поэтому, ну а вот возьмите нас, вузовских работников. Вот у нас там 30 тысяч преподавателей. Ну вот, можете себе представить, как это может выглядеть наша забастовка. Мы же находимся дома и готовимся к лекции, к занятиям. И выходим читать в конкретное время, в конкретное место. Ну, если все договорятся и раз, и все вузы разом в городе встанут. Если вот все договорятся на работу прийти, а прийти наоборот на работу, все, вот это будет громко. Представляете, вот тем, кто сидит дома, сейчас вдруг придут, все на работу. Вот это будет акция. Вот такой, если акции, да, это совсем другое дело. То есть, другие совершенно условия. Ну, во всяком случае, вот вопрос общий, который мы с вами рассмотрели, а сейчас вопрос стал конкретный. Это вопрос о, так называемой, сжатой неделе. Вот у нас, да, товарищ Медведев в свое время высказал инициативу громко, придумал явно не он, а высказал, по-моему, первый именно он публично. Да, а я могу только подтвердить, что придумал не он, потому что в 2014 году МОД вышла с этой инициативой, что надо работать, надо, так сказать, имеющийся, вот этот 40 часов очень уважается в рамках международной организации труда, можете почитать. Международная организация труда, она вот весь 40 часов, вот считает, меньше уж не надо, дескать, 40, это святое. Но можно уложить всего 4 дня. То есть, по 10 часов в день. И вот оно такое, по 10 часов в день. Она такую штуку, значит, предложила, во все страны разослала, ну и как у нас встретили? У нас встретили, естественно, представители буржуазии положительно, а ФНПР, например, отрицательно, и надо отдать должное, вот я вот, например, на сегодняшний день ФНПР критикую, но тогда, в 2014 году ФНПР однозначно сказал, нет, у нас не пройдет этот номер, и все. И на этом затихло. Поэтому ничего нового Дмитрий Анатольевич не принес. Он принес, оттуда привез, залежало это барахло, которое было оттуда. Еще раз попробовать. Еще раз попробовать, потому что раз никто не возражает, не мешает, прошло ведь, что нет уже 8-часового рабочего дня, не найдете его, не найдете, что у нас день. А ведь это вот единица, с которой связана вся история рабочего движения. В 1897 году у нас состоялся переход от бессрочного дня, когда... Работают столько, сколько надо. 14-16 часов работали примерно. И вот стало 11,5 часов. Прогресс. Потом, после буржуазной революции в февральстве явочным порядком рабочие установили. 8. А большевики только закрепили. 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 Не большевики установили, а рабочие установили себе. Кстати. И можно сказать, что и первый раз после больших забастовок царь вынужден был ввязать такой указ. Потому что каждый раз вопрос о рабочем дне решался самим с рабочим классом. Так это не только у нас, во всем мире так. Во всем мире так. Вообще, надо сказать, что и зарплата... Ну, странно было бы, чтобы буржуазия, которая покупает рабочую силу, она будет повышать цены на то, что покупает. Согласитесь. Это как-то странно. Это что-то какой-то шизофрении отдают. Ну, вот если я у вас что-то покупаю, я говорю, давайте я у вас куплю только дороже. Вы сказать, что вы хотите сказать, взятку что ли даете? Как это понимать? То есть, ясное дело, что только рабочий класс, который является продавцом рабочей силы, он может это делать. Точно так же он больше всего заинтересован в том, чтобы создать для себя нормальные условия труда. И потом, что такое сокращенный рабочий день? И это день, сокращение рабочего дня. Это означает, что сразу комплексно улучшается вся жизнь рабочего на производстве. Условия труда. Тяжесть будет не в течение 8 часов, а в течение 6 на него воздействовать. Вредность не в течение 8, а в течение 6. Загазованность там, запыленность там, радиоксиленность, все остальное. Все факторы производственного процесса, про которые еще Маркс писал, что коммунизм сводится к улучшению условий труда рабочих. И Ленин подчеркал великим почином, что формула настоящего коммунизма отличается от пыльственного, выкачренного, торжественного фрайверства, кауцкого, меньшиняков с их милыми братцами и изберно тем, что они сводят все к условиям труда. Вот все условия труда улучшаются. И человек по-другому живет. И тогда появляется возможность, прежде всего, общаться с детьми. Вот мне на эту тему еще не приходилось говорить. Мне кажется, этот аспект очень важный. У нас есть большая проблема. Мы окружили школы заборами. Мы тратим бешеные деньги теперь на охранников. Мы думаем о том, как… Детские сады окружили заборами. И более того, внутри школы, окруженные заборами, есть отдельный забор, которым окружена спортивная площадка. То есть, какая-то такая зона в зоне. Да, зона в зоне. Все на замках, иначе никак нельзя. По дворам просто невозможно пройти. Вот привык всегда человек, вместо того, чтобы квартал обходить по тротуару, по кругу, ну что, ты же знаешь дорогу. Ты вышел, по азиму туда велся и пошел через квартал. А теперь все, ты упираешься в школу, она обнесена забором. Ты ее вынужден обойти. А там детский сад. А детский сад вдруг раз и делал туда первом цокольном этаже жилого дома. И к нему примыкает забор. И вообще не пройти. Тебе нужно выходить на улицу и идти кружную. Таким путем, потому что все перегорожено. Вот я наблюдаю там рядом школу, в которой оба моих, так сказать, ребенка ходили на улице Арбели. Туда вечно подъезжают автомобили за автомобилем. У кого есть автомобили, подъезжают. Там уже негде встать, чтобы забрать своего ребенка. Тот стоит вот так вот на струне. Ну а представьте себе, что у нас будет 10-часовой рабочий. Где будет ребенок ваш? Он вышел из школы и домой не пришел. Два года назад такая была история в одном из городов наших, когда девочка позвонила сестре. Сестра искала в домофон. Сейчас открою. А нет и нет. Выходит. А в это время кто-то схватил ее в багажник и увез. И мы знаем, что таких случаев много. Что имеет место, значит, попытки продавать детей. Идешь по улице, просто каждый день я еду куда-нибудь. На столбе, на автобусной остановке, на стене объявление. Пропал ребенок, пропал ребенок, пропал ребенок. Я в Советском Союзе 14 лет прожил. Я ни одного объявления такого вообще не помню. Так теперь за пропавшего ребенка деньги можно получить? Или за разобранного, или за выкуп. Это раз. Во-вторых, никто же не расстреляет? Нет, теперь нельзя. Вот. Гуманисты. А что с ребенком будет? И вот этот ребенок выйдет из школы, а тут собирается еще добавить два дня. Два часа. Это означает, что в рабочие дни восемь плюс еще два. Но там, между прочим, кроме обеда надо еще и перекусывать как-то. Где-то. Ну, если 10 часов. То есть, человек потом доехал, потом в магазин надо зайти. И вот появляются родители, кто будет с этим ребенком. И как ребенок попадет домой. А задача решалась до последнего времени очень просто. Детками и бабками. А детки и бабки теперь будут работать. У нас же пенсионный возраст повысили, привет. А эту задачу решили. И видите, как вот если... Я вот запомнил еще с матмеха, где я учился, что если интеграл не берется в целом, его берут по частям. И здесь по частям. Давайте, значит, бабок сначала и дедушек. Пусть они работают. И вот их уже нельзя использовать, чтобы они встретили ребенка из школы. Или пришли к школе и забрали его, отвели домой. Все. Они должны работать. И родителей давайте еще задвинем, чтобы они работали. Если потом вы будете встречаться с ребенком, будете встречаться, если ваш ребенок не пропадет за 4 дня, когда он будет безнадзорным. Безнадзорность, вот что хотят делать. Ну, это даже программы продленного дня не решить. Потому что продленный день, это же заканчивается в 2 часа дня, нормальный учебный день в школе. Он в 8 начался, в 14.00 закончился. Продленный день, ну, хорошо, он до 6.00. Ну, это уже просто во. А у родителя в нормальный день в 6 бы работа кончилась. Значит, в 7 он приедет, в полвосьмого. Да, а тут у него работа кончится в 20.00, значит, он, учитывая, что пробки будут. В 10.00. А в это время, извините, уже никого продленного дня не бывает. Что такое продленный день до 10 вечера? Как это вы себе видите? Ну, я вам хочу сказать, что вы этого не видели, а я это наблюдал. Я был на обсуждении проекта Трудового кодекса в Думе. Вот правительственный проект тогда был такой, в котором записано было, что женщины с детьми можно отправлять в командировки. Вот я там выступал, говорю, ну, вы вообще думайте, вы, они еще рекламировали этот проект, правительственный проект, как проект 21 века. Вы с ума сошли? Вы отправите у нас детскую преступность, и у нас преступность общая, дети пропадают. И в это время вы, мать, не спрашивая ее, не по согласию, а просто без согласия, написали в своем проекте, что можно ее отправить в командировку. Вы все делаете. Я уже не говорю о том, что это был тот проект, где зарплату можно было выдавать, там, бутылка, если вы производите гробы, презервативы, если ваш завод производит, то мы приехали в Нижний Новгород к одному товарищу, к Паукову, слесарю, а у него шесть телевизоров. Что это такое у тебя? Это зарплата. Я сейчас должен продать. Так какая это зарплата? Человек должен сначала торговым представителям выступить, то есть реализовать. Так на что он ее продаст-то? Ему дадут, ему даст другое следствие, даст ему четыре ящика гаек за шесть телевизоров. А это продукты обмен. Вот что Девчон будил с гаеками? А ивановские этих сельщики, вы не помните, как они ходили, хоть по дешевке, попытались продать какие-то простыни, наводочки, чтобы как-то им выжить. То есть это уже было. То есть после того, как мы их разбили вроде этих негодяев просто самых настоящих, и этот правительственный проект с треском провалился, ну вот, видимо, новые люди хотят новые лавры собрать. Видимо, Медведеву недостаточно того, что он выступил по поводу пенсионной реформы, и уже его оценили. И все поняли, что никакой надежды на это правительство нету, и никакой надежды уже на буржуазное правительство нет, и на буржуазные строя нет надежды, и что рабочий класс должен надеяться на себя, и тут он должен быть. А некоторые там выступают и говорят, а может сократят рабочие недели? Вы верите в то, что сократят те люди, которые удлинили пенсионный возраст? Нет, ну как так можно? Это же глупо, такого быть не может. Это странно даже, да? Вот. Поэтому люди, которые в интернете, например, выступают, говорят, ну как может быть, если люди увеличивали рабочее время только что, на пять лет увеличили рабочее время, вы ожидаете, что они вам уменьшат недельную работу? Ну и вы наивные люди. Наоборот, надо уменьшить. Вот, а план увеличения такой. Вот смотрите, значит, 10 часов, значит, сверхурочные работы бог с ними. Кто-то будет работать, кто-то не будет в этот день. Сверхурочные – это в этот день, значит, до 12 часов. Ну, а деньги почему? Зарплату не повышают, значит, вынуждают людей на это идти. Но зато открывается какая возможность. Смотрите, во-первых, это три выходных, можно в первый выходной выходить, 14 часов работать, второй 14 часов, и третий – 42 часа. Так основное время будет вот там, 42 часа. По идее, если будут платить, как положено, вдвойне, то получается такая заинтересованность, чтобы люди все бросали и шли, работали это. Идите и работайте. Вот для этого нужно освободить. Это с одной стороны. С другой стороны, а вдруг, конечно, организуются люди, забастовку организуют, или трудовые договора заключат, коллективный договор будут заключать. А взятие на эти вот три дня открывается для штрихбрехеров. Туда очень просто можно направить на эти дни. Ну, когда два дня, на два дня много вы не направите со стороны. А вот если четыре дня основные рабочие работают по 10 часов, это 40 часов. А сюда вот три дня по 14. 42? Их не надо вдвойне им платить. Им можно меньше платить, чем вот этим основным. И на это люди пойдут. А у нас разве нет безработицы? А что такое безработица? Если кто безработный, он пойдет и на ухудшение. А резервная армия труда, естественно. Тем более у нас еще и за границей, за ближайшей границей есть еще дополнительный резервный армия труда. Вы хотите повысить свою зарплату, чтобы вы не выпендривались, не требовали, не добивались. Это, Марс называл, это резервная гири на ногах рабочего класса у того, кто работает. Поэтому вот эти вот безработные, несчастные нужны для того, чтобы вы не требовали большую зарплату. Будете требовать сказать, ну, вместо вас придут, вон, три человека стоит за вами. Сейчас встанут на ваше место. Вот о чем думает наша буржуазия. И это не странно, что буржуазия думает о том, как ей извлечь еще дополнительный доход. Мы же видим, что у нас миллиардеры, уже про миллионы даже разговора нет. Я сегодня открываю, вот, коммерсант, Тобра-Банк Югра. Думали там 12 миллиардов, оказывается, 200 миллиардов увели. Потом еще другая публикация, тоже порядка 200 миллиардов. Счет идет на сотни миллиардов. На сотни миллиардов. Когда мы видим это, ну, это, значит, самое время с товарищем рабочим подумать о том, как защитить себя. И никакими иллюзиями себя, что вас будут заботиться, вас уже позаботились, вам уже сделали пенсионный возраст и забрали у вас 840 тысяч рублей. И еще у вас каждый день, да, налоги забирают дополнительно, которых раньше не было. А еще специальные поборы дополнительные есть. То есть, косвенные налоги, по сути дела. А вот, смотрите, вот это самое повышение НДС. Это когда большой был шум по поводу пенсионной реформы, как бы это все ни было, одновременно повышение НДС. Это что означает? Для фирм потом идет перерасчет и возвращают это НДС. А для конечного покупателя фирм, ну, скажем, десятки, ну, сотни тысяч даже фирм. А покупателей миллионы. Вот эти миллионы выходят, и у них берут 20%. Вы посмотрите на чек. 20% вы у вас сняли. Порядка НДС. Итого, еще раз, у вас подстригли пятую часть. Четыре пятых зарплаты у вас останется для того, чтобы вы его отоварили. Вот что делается. Ну, кроме того, у нас же, вот посмотрите, если у вас есть автомобильное средство личное, вы обязаны, что хотите, вы обязаны застраховаться в частном предприятии, что характерно, что вообще уничтожает весь смысл страховки, потому что если я хочу застраховаться, это же мой страх, правильно, я и пойду и застрахуюсь, если нет, то какого лешего? Это вообще никого не касается. Ну уж если вы решили централизованно позаботиться обо всех автолюбителях и автовладельцах, и застраховать их, автомобильные средства от непредвиденных случаев, всякое бывает на дороге, то почему это все расходится по частным карманам? Объясняю очень просто. Кто выше, буржуазия или буржуазное государство? Ну, конечно, буржуазия. Ну, раз буржуазия выше, она и дает задание буржуазному государству сделать так, как нужно буржуазию. А буржуазия не хочет, чтобы где-то оставалась в государственном кармане, она хочет сразу получить свой. Вот и все. Да, это же лишнее, очень просто, очень просто решается. То есть, вообще, надо понять, что, и как-то не возмущаться по этому поводу, буржуазия делает то, что ей нужно. Она борется за свои интересы. Это нормально или ненормально? Ну, волк, например, хочет съесть сайца. Он будет его есть. Он капусту не ест, он не ест морковку. Ему нужно много белка, волк, он бегает много. Вот и все. А если вы хотите защититься, ну, так если вы неорганизованы, не боретесь, но вас все будут отнимать. Почему? Потому что слабых бьют. Ну, потому что могут. А почему? А рабочие сильные или слабые? Ну, если массу взять, они очень сильные. Но если они неорганизованная масса, она очень слабая. Поэтому весь вопрос организации. Надо сказать, что тот же самый трудовой кодекс, о котором я сегодня говорил, это итог классовой борьбы. Потому что трудовой кодекс, за этот трудовой кодекс голодали авиадиспетчеры. Выступали докеры, приезжали в Москву. Жириновскому по голове бабушка дала палкой. После этого он воздержался при голосовании. Один даже представитель Единой России проголосовал для него. У нас там был список поименного голосования. То есть, я хочу сказать, что это достижение. Надо воспользоваться теми достижениями, которые есть у предыдущих рабочих, у предыдущих ваших предыдущих, предшественников. И организоваться, научиться и сделать. Для этого все есть. Есть книга. Кому мало, заказывайте, изучайте. Вопросы задавайте. Вопросы задавайте, скажем. Если надо будет еще к этому вернуться. Будут вопросы, будет потребность такая, к этому вернемся. Я хочу сказать, что фонд Рабочей Академии имеет целый ряд ресурсов. Фонд Рабочей Академии, сайт в Ленинграде, в Москве, в Московском отделении фонда Рабочей Академии. Там есть вся литература вывешена. Есть Новосибирского отделения фонда Рабочей Академии. Есть Северокавказского отделения Рабочей Академии. Есть канал фонда Рабочей Академии на Ютьюбе. У нас есть страницы ВКонтакте. Вы знаете, что любую проблему можно поднять вот здесь, в тупичке Гоблина. И вы видите, что люди, которые здесь выступают, стоят на страже и на позициях защиты интересов трудящихся. И будут стоять. Поэтому такой проблемы, что негде сказать, негде найти, негде прочитать, нет. Поэтому требуется, так сказать, выйти из спячки. Как вы понимаете, если начинается здесь и идет борьба, то если кто-то не мобилизован для борьбы, его разбивает. И наоборот. Если он мобилизован, ну, конечно, рабочий класс сильнее, чем буржуазия. Да буржуазии мало, а рабочего класса много. Но для этого он должен мобилизоваться. Да у нас, по большому счету, страной управляют 96 толстяков. Вот там была книжка «Три толстяка», а у нас 96 толстяков управляют страной. И что это такое? Ну, 96 семей. Ну, вокруг них есть какая-то обслуга, которая занимает там еще там 100 тысяч человек, условно говоря. Ну, допустим, 100. Ну, а все остальные-то, это ваши союзники потенциальные. Давайте как-то собираться в кучу. Ну, и потом, наверное, вы, товарищи, понимаете, что все равно, несмотря на то, что у нас и контрреволюция прошла, и завоевание социализма мы потеряли, все равно все надеются на Россию. При всех обстоятельствах, которые мы знаем, все равно надеются на Россию, потому что Россия все равно, для многих защитниц, и в мире в том числе. Поэтому от того, как себя приведет рабочий класс в России, зависит вообще судьба мира и судьба человечества. Поэтому все равно, вот приезжал к нам Ого Чавес. Сначала встретиться, скажем, с Путиным, а потом идет встречаться с народом и рассказывает лекцию про Ленина. Да, было дело. Было дело. Ну, потому что, или, скажем, та же самая Геннессуэла, дайте нам 100 тысяч автоматов, попросили у России. Правильно? Или Фидель Кастро ни с кем не встречался уже больной, а с Путиным встречался. Почему с Путиным? Потому что он представляет Россию. А Россию представляют как продолжение Советского Союза. И никуда от этого уже не деться. И если, вот скажем, события, которые произошли с возвращением Крыма, так это возвращение связано с тем, сделали так, как и было в Советском Союзе, до хрущевских вывертов, когда он взял и, кажется, бумажку написал. И теперь за эту бумажку пытаются некоторые товарищи уцепиться, в том числе и внутри страны, и говорят, как это так? Мы захватили. Да там каждый камень полит кровью русской Крыму. Ну, строго говоря, конечно, и украинский тоже полит. Ну, это же был один народ. У нас нет Украины, это не братский народ, это один народ. Я это говорил, говорю и буду говорить, что брат, это вот человек, который живет у тебя в соседней квартире, но рожденный одной мамой, одной папой. А украинский народ, это рука и нога. Вот это же не можно сказать, что у меня вот эта братская рука для левой руки. Такого не бывает. Но мы же знаем, что сколько украинцев у нас работает. Вот я был на кафедре, например, управления планированных социально-экономических процессов, которого руководил профессор Моисеенко. Моисеенко из Чернигова, украинец. Жена у него русская, две дочки. Одна дочка, младшая записалась украинкой, старшая записалась русской. Они вроде разных национальностей. Другие члены кафедры тоже украинцы. Сейчас работает тьма украинцев у нас. И работают хорошо, и работают очень много, и они трудящиеся в нашей России. И есть такое понятие соотечественники, которые, я думаю, что мы не должны забывать. Есть в Государственной Думе комитет по делам соотечественников. Кто такие соотечественники? Те, кто родились в Советском Союзе или родители которых родились в Советском Союзе. Они, кстати, имеют льготы при поступлении в наши вузы, между прочим. И вы знаете, что многие республики имеют с нами договоренности, что никаких виз не надо, упрощен сюда приезд и выезд и так далее. Например, в Киргизии преподают русский язык больше немножко, на два часа в школах, чем киргизский. И от этого никто не страдает. Понятное дело, что люди, которые сюда приезжают, у нас здесь работают, чувствуют себя как дома. Здесь нет никакого геноцида, здесь нет никакой национальной ненависти. Поэтому их позиции должна быть. Не борьба нации, так сказать, по принципу, значит, моя нация – самая лучшая борьба, классовая. Вот есть трудящиеся, а есть те, кто их эксплуатирует. И трудящиеся должны защищать сами себя. Да? Так сказать, вот освобождение рабочего класса. Дело рук самого рабочего класса. Вот я думаю, что это мы должны иметь в виду. И на этой позиции твёрдо стоять. И призываем товарищей здесь меньше протестовать, а больше добиваться, требовать и добиваться и организовывать. Да, но, конечно, против сжатия рабочей недели с перспективным увеличением рабочего дня, конечно, протестовать надо. Тут что делать? Это недопустимая инициатива, которая просто должна быть всеми доступными способами на корню завязана. Но даже можно сказать сразу, что тут такая ситуация с этим, поскольку у нас по правовому кодексу каждый может установить на каждом предприятии, коллектив, свою рабочую неделю в рамках коллективного договора. Обороться можно явочным порядком. В рамках коллективного, да уже не просто явочного, в рамках коллективного договора, который законом предусмотрен. То есть, надо это всё оформлять. И надо оформлять коллективный договор и записывать туда 6-часовой рабочий день. Вот и всё. Сейчас, вот представьте себе, что у вас коллективный договор заключён. У вас всё уже оформлено. Что можно делать? Вот есть такое понятие в трудовом кодексе, как изменения и дополнения в коллективный договор. То есть вы в установленном порядке проводите коллективные переговоры по изменению и дополнению коллективного договора. Как только инициативная группа получит большинство голосов за изменения и дополнения коллективного договора, должны такие договоры начаться, и после этого вы попадаете в обычный ритм, вы должны изменить коллективный договор, чтобы там стояло 6 часов и весь разговор. И никого вам спрашивать не надо, всё зависит только от вашей внутренней организации, самих работников. Кстати говоря, я не очень понимаю, почему наша буржуазия так боится сокращения 8-часового рабочего дня. Я вот лично за себя могу сказать. Вот я, когда ещё, например, вот я проработал в Эрмитаж долго-долго, я точно знаю, что вот у меня, например, сейчас будет внутренняя командировка, и у меня пропадёт по половине рабочего дня, а дальше у нас начинается выставка, например. И у меня остаётся не 8 часов рабочего дня, а 4. И вот сегодня, завтра и послезавтра я работаю на рабочем месте 4 часа, а работа много. Я начинаю прикидывать, что если я её не сделаю, а потом будет выставка, я её вообще не сделаю, она просто зависнет. Я это самое подумал, посидел, я понимаю, что раз я 4 часа работаю, всё-таки я, значит, на обед не выхожу, потому что зачем? Конечно. И я просто распределяю своё рабочее время так, что я, ну, почти всю 8-часовую работу укладываю в 4 часа. То есть у меня производительность труда получается гораздо больше, чем если бы я просто сидел 8 часов и что-то пытался сделать. Мне кажется, это можно применить практически к любой профессии. Ну, я не знаю, может, наверное, кроме врачей, там, я не знаю, потому что операцию с большей производительностью труда вряд ли получится сделать. Мне с Ормановской рабочей говорили, что вот если нам дают разбавленную зарплату, вот вам разбавленную работу. А мы даём разбавленную работу. А если будет и зарплата больше, так сказать, надо всё это по-другому построить. Поэтому и это всё на самом деле. Ну, нельзя ожидать, что это будет делать буржуази. Вот всё-таки мы там сейчас, вот мы протестуем, но это не значит, буржуази за нас это не сделает. Потом она же не может нам запретить это делать. Это наши права, которые записаны везде. Это права трудящих, и вы можете установить себе, какой хотите рабочий день. Вот у меня была такая история. Я, так сказать, выступил с предложениями по экономическому развитию, послал письмо Путину. И там, значит, написал, ну и вот то, что здесь излагал, и то, что есть в книге «Экономика заказа либерализма». И вот после этого я начал... Практически бестселлер. Да. Я стал получать ответы. Я получил ответ от Академии наук. Там было написано, что мы с вами согласны, мы в этом направлении ведём работу. Я получил ответ от Министерства промышленности и торговли. Мы с вами согласны, мы в этом направлении тоже работаем. Я получил ответ от Министерства экономического развития. Мы с вами полностью не согласны, кроме одного. Вот то, что касается величины рабочего дня, нынешние законодательства. У меня это есть. Я, если хотите, могу принести, и мы как-нибудь зачитаем ответ. Ответ ещё департамента Министерства экономического развития. Я думаю, это нужно будет отсканировать в электронном виде, просто приложить в виде ссылки, чтобы все могли не ожидая сами ознакомиться. Можно вполне. И там говорится о том, что в соответствии с Трудовым кодексом вы можете в коллективном договоре установить себе и 8, и 6, и 4, и 5, сколько хотите. Нынешнее законодательство в этом отношении никаких ограничений не ставит. В одном пункте они солидаризовались полностью. Вот так обстоит дело. Вот так, в борьбе обретёте вы право своё. Михаил Васильевич, спасибо большое. Вам спасибо. Вот книжка, ещё раз мы её продемонстрируем. Борьба классов здесь и сейчас. На обороте тоже покажите. На обороте. Очень красивые две фотографии. Ну и кратко содержание. Повторюсь, книга наиполезнейшая. Это не просто некие философские рассуждения, а это практика философии. То есть философия, прикреплённая, так сказать, к повседневной жизни. Советую обратить внимание. На сегодня всё. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!